Прокурор города Александр Рудых признается, а вот хочу сегодня оценить состояние законности за первую половину года. К чему пришли, чего не досмотрели, а где есть определенные результаты. Наблюдается негативный рост детской преступности на 7,5%. Сложно здесь сделать акцент на то, что экономическая ситуация ухудшилась в городе. Мы склонны думать о том, что это снижение уровня профилактической работы тех органов и организаций, которые призваны заниматься этим. Особо беспокоит то, что за это полугодие 9 преступлений было совершено детьми, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году такого не наблюдалось. Александр Михайлович рассказал нашему телевидению, как работали над устранением причин, которые порождают преступность несовершеннолетних. Мною было проведено совещание совместно с теми организациями, которые занимаются профилактической работой в отношении несовершеннолетних. Заслушаны руководители как отдела внутренних дел, заслушаны руководители системы профилактики, ПДН, в том числе управления образования. Для того, чтобы было понимание причины происходящего, должны быть приняты меры для того, чтобы повлиять на этот рост преступности среди несовершеннолетних. В памяти полевчан еще свежи события на Сям озере, где погибли дети. Поэтому Александр Рудых рассказал о прокурорском реагировании и на это ЧП, на работу в летних оздоровительных лагерях нашего округа. Прокуратура и Роспотребнадзор вместе выезжали в оздоровительные лагеря «Юность», «Городок солнца» и «Лесная сказка». «Лесная сказка находится на берегу водоема Глубочинский пруд. При всем при том, что там дети официально не купаются, тем не менее, руководителю «Лесная сказка» было внесено предостережение от прокурора города предупредить руководителя «Исключить факты купания детей в водоеме, который не приспособлен для того, чтобы там дети могли купаться». И еще. В июне 2016 года прокурором была организована проверка. Были проверены все аттракционы, которые предоставляют возможность детям весело провести время. Был обнаружен ряд нарушений действующего законодательства, нарушения САНПИНА. И ряд предпринимателей были привлечены к административной ответственности по статье 14.4, 14.8 и 6.25 Административного кодекса Российской Федерации. Кроме того, было проверено и питание в оздоровительных лагерях. В ходе прокурорских проверок совместно с Роспотребнадзором в загородных лагерях были обнаружены нарушения по организации детского питания. В адрес этих руководителей было направлено представление прокурора для устранения выявленных нарушений. Не оставил прокурор незамеченной и тему трудовых взаимоотношений, в частности несоблюдение законодательства, обеспечивающее трудовые права граждан. Могу сказать, что в защиту трудовых прав граждан по невыплате заработной платы прокурорам в суд было направлено 270 исков в интересах граждан о взыскании заработной платы. На общую сумму 4 миллиона 600 тысяч рублей с руководителей предприятий, которые ненадлежащим образом выполняют свои обязанности перед своими рабочими. Помимо этого, по результатам прокурорских проверок было возбуждено два уголовных дела по факту невыплаты заработной платы по статье 145 прим УК РФ. В мае этого года одно из дел уже направлено в суд, это в отношении руководителя Северского завода КБК, который задолжал более 4 миллионов своим рабочим. Очень важен фактор не жестокости наказания, а неотвратимости наказания. Каждый, который совершает преступление, должен понимать, что рано или поздно возмездие над ним свершится. Сама по себе жесткость наказания, она в меньшей степени влияет на желание человека совершить то или иное преступление. В зоне особого внимания прокуратуры города и нарушения в сфере ЖКХ. Руководители управляющей компании были привлечены к административной ответственности, были объявлены предостережения. Неоднократно здесь, в этом помещении, при прокуроре города проходили совещания, на которых решались вопросы по взаимным неплатежам. Я не могу сказать, что мы добились каких-то особых результатов. Тем не менее, работа эта ведется. И в настоящее время в отношении одного из руководителей, одного из ТСЖ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Хотелось бы еще отметить по обращениям граждан. В целом, количество обращений граждан за истекшее полугодие сократилось с 491 в прошлом году до 391 в этом году. То есть, на 100 обращений граждан стало меньше в этом году. Чем это вызвано? Ну, сложно сказать, чем это вызвано. Может быть, стало меньше нарушений в отношении граждан. Может быть, менее ангажированных людей стало меньше для того, чтобы обращаться в органы прокуратуры. Тем не менее, двери прокуратуры всегда открыты. Каждый понедельник с 10 до 12 часов я, находясь на этом рабочем месте, принимаю граждан. И еще. Наблюдается снижение обращений граждан со 145 до 139 на действия сотрудников правоохранительных органов. Вместе с тем наблюдается рост жалоб по сфере жилищно-коммунального хозяйства и сфере трудовых правоотношений граждан. То есть, в общем-то, сама по себе экономика, видимо, дает поводы для этого. Кроме того, пояснил прокурор, есть жалобы и на ненадлежащее оказание услуг, на несвоевременное исполнение договорных отношений, на проблемы с подачей горячей воды в южной части города. Был ряд обращений на несвоевременную подачу горячей воды. В прокуратуре проведены проверки, внесены представления в адрес управляющей компании. Могу сказать, что объяснение одно, технические условия не дают возможности, порывы в теплотрассах, другие технические причины, которые не позволяют, ну это по мнению руководителей этих предприятий, не позволяют своевременно включить воду. И еще один актуальный вопрос первого полугодия. Это профилактика терроризма и экстремизма на территории. Да, без всякого сомнения, сфера терроризма и экстремизма является на особом контроле органов прокуратуры, да и всех правоохранительных органов. Эта тема постоянно находится на мониторинге. Я должен отметить, что в этом плане в городе достаточно все спокойно. Я даже могу сказать больше. Мне здесь кажется, что здесь межнациональное общение достаточно на уровне такого высокого комфорта находится. И, к сожалению, есть с чем сравнить. В том же городе Перво-Уральске, где я до этого проработал 10 лет, только по инициативе прокуратуры было возбуждено порядка 5 уголовных дел по фактам проявления экстремизма. Еще хотелось бы задать вопрос о наркотиках. Ну, здесь я могу сказать следующее. При всем при том, что, да, действительно, отдел УФСКН расформирован, сотрудники полиции обладают достаточными навыками и профессионализмом для того, чтобы расследовать эту категорию уголовных дел. Более того, я скажу так, что с них никогда не снималась эта обязанность расследовать уголовные дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков. И я убежден, что сотрудники полиции достойно справятся с этими вызовами, которые бросают сейчас наркокартели, наркобароны, спокойной жизни населения, здоровому образу жизни. Поэтому у меня нет сомнений, что сотрудники полиции справятся. У них есть и оперативные позиции, и интеллектуальное сопровождение, и техническое сопровождение.